МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Вступил в должность. Новый начальник отдела полиции города Обнинска приступил к исполнению обязанностей. Мастер-класс от звезды. Эрнест Мацкевич исправил творческую встречу для школьников, мечтающих стать журналистами. Предстоящему юбилею города посвящается. В Балабанове прошла массовая лыжная гонка. На еженедельном совещании, прошедшем в Обнинской администрации в минувший понедельник, подвели итоги визита в Калужскую область французской делегации. На повестке были и традиционные темы докладов. К примеру, об уборке городских улиц. А начал совещание Владислав Шапша с представлением коллегам нового начальника городского отдела полиции. Эту должность занял Александр Кудряшов, в разные годы работавший в отделах полиции Подмосковья и Москвы. С 3 марта 2010 года по 31 января 2017 года работал начальником ОВД Вишняковского и Новогиреевского районов города Москвы. С 1 февраля назначен начальником отдела по городу Обнинску. Я, наверное, хочу пожелать в этой непростой работе успехов, удачи и рассчитываю на то, что город Обнинск сохранит и приумножит за собой славу все-таки города, безопасного для жизни и работы наших граждан. Новый начальник отдела полиции уже вошел в курс дела и представил сводку происшествий за неделю. На поездке дня и уборка обнинских улиц от снега замело в этом году столько, что коммунальщики уже побили своеобразный рекорд. С территории Обнинска уже вывезли 13 тысяч кубометров снега. Столько же коммунальщики убрали за всю прошлую зиму. Говорили и о ямочном ремонте. На той неделе порядка 130 квадратных метров они отремонтировали. Это по улицам Ленина Маркса, Кутузово-Самсоновский проезд, Комсомольская и на северном въезде в городе проводились работы. Сейчас тоже там они фрезеруют. О старте набора первоклассников в городские школы рассказала начальник управления образования Татьяна Волнистова. Ни один ребенок в сентябре не останется за порогом учебного класса, заявила она. Регистрация может быть как электронной, так и при личном визите родителей в школу. С момента подачи заявления в течение семи дней должен быть руководителем учреждения, издан приказ о зачислении ребенка в первый класс. Но это относится к тем, кто проживает на закрепленной территории. Если родители подают заявление не по месту закрепления, это заявление до 1 июля приниматься не будет. В первые классы в этом году планируется набрать 1380 человек. Пока подано 690 заявлений от родителей. А в Обнинске на сегодня приостановлены занятия в 4 классах 16 школы и в 2 в школе номер 1. Это 73 ребенка, не посещающих занятия по причине простудного заболевания. Обсудили на совещании и итоги визита в регион делегации из французской митрополии Монпелье. Надеюсь, что те пожелания и те намерения, которые были высказаны данной делегацией, в том числе и президентом агломерации, будут воплощаться в жизнь. И сегодня мы будем намечать уже взаимоотношения, которые приведут к практическому результату. Ну и важно, что первым результатом нашего общения стала готовность Монпелье принять на стажировку специалистов нашего фармкластера уже в этом году. Напомним, на прошлой неделе между руководством Обнинска и городом Монпелье было подписано соглашение о сотрудничестве. Екатерина Замахина, Максим Сечко, Обнинск ТВ. Расширенное заседание Городского научно-технического совета, посвященное Дню российской науки, состоялось 6 февраля в Обнинском доме ученых. Участие в нем приняли депутат Госдумы Геннадий Скляр, ректор НИАУМИФИ Михаил Стариханов, руководители предприятий научно-производственного комплекса города. Подробности в нашем следующем сюжете. Выступая на открытии предпраздничного заседания ГНТС, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр передал присутствовавшим поздравления и приветствия от главы региона Анатолия Артамонова. Вообще здорово, что мы сегодня будем обсуждать стратегии, будем обсуждать наш серьезный взгляд в будущее. Я думаю, что это лучшая повестка дня на сегодняшний день. Стратегия развития Обнинска до 2030 года. Дорожную карту, по которой город будет двигаться вперед, начали разрабатывать позапрошлой осенью. В создании документа принимали участие все желающие. Те горожане, кому не все равно, что будет завтра. Я напомню, с чего все начиналось. Начиналось с того, что лагерь разделился ровно пополам. И был задан такой крамольный вопрос. Ну, собственно говоря, о чем мы так себя гордо называем городом науки? И что у нас такого осталось? Это я говорю, как было год назад. Речь не идет о том, что наука там исчезла или что-то изменилось. Речь идет о том, что в голове у людей каким-то образом эта мысль начала проявляться. Это очень неправильная тенденция, которую нам удалось, как мне кажется, переломить. То, что город науки таковым и останется, сами за себя, говорят результаты работы обнинских научных организаций, в их числе ФИИ, технологии МРЦ и Карповка, Институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии, а также инновационные предприятия. Часть наград представителям обнинского научно-производственного комплекса была вручена на заседании. Основная же церемония награждения состоится в Калуге в День российской науки. О приоритетных направлениях стратегии, по которой Обнинск будет жить в ближайшие годы, рассказал заместитель главы городской администрации Геннадий Ананьев. Это развитие ядерных радиационных технологий, в том числе технологии энергетического применения. Это кластерное развитие. И это развитие города как комфортного города. О том, что основная цель теперь – грамотно реализовать поставленные задачи, говорил руководитель регионального агентства инновационного развития Анатолий Сотников. Обсудили на заседании городского научно-технического совета и перспективы развития ИАТ как площадки МИФИ. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. Накануне Обнинск посетил Эрнест Мацкевичус. Известный тележурналист приехал в Новокоград, чтобы преподать мастер-класс для школьников из городов северной части региона. Встреча, площадка для которой стал Дом культуры ФИИ, длилась почти три часа. Эрнест, представляющий телеканал «Россия», рассказал ребятам не только об основных законах журналистики, но и поделился забавными историями, случившимися с ним на съемочных площадках. Школьники, многие из которых мечтают стать журналистами, смогли задать известному гостю вопросы. Авторов самых интересных он наградил в финале встречи. Среди них были и воспитанники Центра молодежной журналистики города Обнинска – Михаил Ходок и Шахноза Малаева. К слову о том, что в Обнинск приедет Эрнест Мацкевичу, стало известно в ходе пресс-конференции, который 13 января, в день российской печати для юных журналистов Обнинского Центра молодежной журналистики, провел министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин. Эта встреча стала символичным подарком для школьников, делающих первые шаги в освоении сложной профессии. О важности работы таких школ юного журналиста в ходе пресс-конференции высказался и сам почетный гость. То, что вы создаете специальную школу журналистики для молодых, перспективных ребят, у которых есть в хорошем смысле этого слова зуд профессиональный, это очень здорово, вы просто очень важное дело делаете и облегчаете работу нам, когда надо будет брать на работу выросшее поколение новое и передавать им эстафету, потому что очень упал, конечно, уровень образования сегодня. Вот сейчас, перед тем, как сюда спуститься, об этом как раз говорили. И очень сложно стало с молодежью, они, конечно, пишут с ошибками, мысль часто сформулировать не могут, но мы тоже были, конечно, не спиноза, да, с самого начала тоже как-то развивались, росли. Самое главное – это мотивация, все-таки, насколько человек четко представляет, что ему нужно в этой жизни. В любом случае, существует, понимаете, такой определенный естественный отбор, и тот, кто должен найти свое место, тот его обязательно найдет. Финальным аккордом мастер-класса стал розыгрыш гранта на обучение в Московском институте телевидения и радиовещания Станкина, в котором преподает Ирнест Мацкевичус. По итогам лотереи этот приз достался одной из огненских школьниц. О том, какие события пополнили хронику происшествий в последние дни, расскажем прямо сейчас. 6 января в 8 часов утра внимание сотрудников ГИБДД привлек внедорожник марки «Тойота», двигавшийся около торгового центра по проспекту Маркса. Интуиция инспекторов не подвела. Остановив транспортное средство для проверки документов, полицейские обнаружили, что за рулем машины находится местный житель в неадекватном состоянии и не имеющий при себе документов на право управления данным автомобилем. Водитель был задержан и доставлен в территориальный отдел ОМВД для установления обстоятельств завладения чужой машиной. Как в дальнейшем выяснили оперативники, 39-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП в одном из дворов на проспекте Маркса. Об этом сообщили очевидцы. По их рассказу, в начале 8-го белый внедорожник врезался в припаркованный форт, а затем сбил мусорный бак, после чего скрылся с места происшествия. Неизвестно, чем бы еще закончилось это увлекательное путешествие, если бы на пути у любителей автомобильных прогулок не появились стражи правопорядка. Также полицейские установили законную владелицу транспортного средства, которая даже и не подозревала о том, что припаркованная еще предыдущим вечером машина уже не стоит под окнами ее дома. Узнав о случившемся, хозяйка дорогой иномарки незамедлительно написала заявление о привлечении данного гражданина к ответственности за совершение противоправного действия. По данному факту проводится дознавательная проверка. 8 февраля киноклуб «ОКО» приглашает на просмотр документального фильма «Лермонтовская сотня» режиссера Валерия Тимощенко. Фильм, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову, включен во внеконкурсную программу 12-го международного православного Сретенского кинофестиваля встречи. На обнинских фестивальных площадках его не будет. Жители Наукограда смогут посмотреть его только в киноклубе «ОКО». Мы знаем Лермонтова прежде всего как поэта, но ведь он был еще и офицером российской армии и служил на Кавказе. Эту сторону его жизни мало кто знает, сообщила президент кинофестиваля встречи «Монахиня София». Просмотр и обсуждение фильма состоится в 19 часов в центре досуга по адресу улица Энгельса, дом 2А. Модератор обсуждения «Монахиня София» Приглашаются все друзья православного кинофестиваля встречи и любители киноискусства. Вход свободный. В соседнем Балабанове в минувшую субботу прошли массовые соревнования среди любителей лыжного спорта. Традиционный зимний праздник собрал на городском стадионе всех, от мала до велика. Похоже, что на посещаемость этого события не повлияла даже погода. В этот субботний день было довольно холодно. В зимнюю неделю здоровья мы ежегодно проводим массовую лыжную гонку. Но в этом году она особенная, потому что она юбилейная. Мы ее посвящаем 45-летию со дня присвоения городу статуса города. Балабановская лыжня. Для многих горожан ежегодное участие в ней уже стало доброй семейной традицией. Пятый год подряд к месту массового старта приходят целыми лыжными семьями. Для самых маленьких спортсменов здесь даже организуют специальную разминку. Первый заезд для тех, кто только недавно встал не то что на лыжи, на ноги. Некоторые родители так волновались за маленьких гонщиков, что не хотели отходить от них даже перед стартом. До финиша, впрочем, добрались все, пусть и с разной скоростью. Организатором лыжной гонки выступает Балабановская администрация. В этот раз кубки и грамоты здесь приготовили для победителей в восьми категориях. Впрочем, главное не победа, а участие. Наверное, поэтому даже в мороз на городской стадион приезжает столько лыжников. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Балабаново. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Напоминаем, программа новостей, как всегда, выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайт и телекомпании на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся. До завтра. Хороших новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова